Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Спасибо, что вы с нами на влиянии. Это доброе время, приятное время, прекрасное время для нас и для вас. Поэтому будьте благословены. Мой друг, пастор Павел Распатнюк, приветствую. Приветствую, Юрий Михайлович. Спасибо за проглашение. Приветствуем всех. Я всегда рад, когда ты у нас в эфире, разделяешь этот эфир. Поэтому я знаю, ты полон слова, полон откровений Господних и проповедей, и свидетельств, и все то, что Господь ложит тебе на сердце в проповедях. Поэтому сегодня у нас будет тема интересная, как и все темы. И я бы хотел, чтобы ты озвучил эту тему. Ты делился в своей церкви некоторыми мыслями. И так мы с тобой до эфира согласились более глубже вникнуть в эту тему. С чем эта тема связана, глядя на происходящее сегодня вокруг нас и глядя на подрастающее молодое поколение, у которых, я люблю говорить, у молодых людей разворачиваются, открываются и появляются огромные перспективы. Перспективы, возможности. Молодые, здоровые, полные энергии, движения. И тем более, находясь в этой стране, широкое поле, как мы говорим, деятельности и возможности. И как эту возможность и эту деятельность сфокусировать в правильном русле, реализовать и в правильном русле двигаться, об этом мы и поговорим. Тебе, пастор, слово. Спасибо, пасторю. Я тоже ценю твоим приглашением и рад возможности, что мы можем делиться божественными истинами, Словом Божьим. То, что полезно, то, что научает, то, что вразумляет, обличает. Слово Божие, оно всегда очень содействует нашему духовному росту, познанию Господа, познанию воли Его, чтобы нам правильно жизнь прожить. Также мы будем говорить в отношении молодых людей сегодня, молодого поколения, подрастающего. Тем более, прошу прощения, много лет ты возглавлял. Да. Молодежное дело. Почти 10 лет я возглавлял. Молодежное дело. Большой церкви Вифания у нас где-то в пределах тысячи человек, молодежи второго дела. Тысячи человек. Был целый отдел, структура молодежного дела. Это целая церковь церкви. Да, да. Это целая церковь. То, как бы, немного знаком с этим положением молодежным. Я прочитаю Слово Божие в начале. Написано в книге пророка Исаии, в 48 главе, 17 стих. Написано так. «Так говорит Господь, искупитель твой, святый Израилев. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому тебе должно идти». Бог, Он любит людей, любит нас, любит всех возрастов людей, независимо от их положения, независимо от их статуса, от их расы, национальности. Бог любит людей. И Бог хочет, чтобы людям было хорошо. Написано «Всякое даяние доброе, дар совершенный, исходит от Отца Света». Божье благословение, оно обогащает. Все то, что Бог в судьбу человека говорит, его жизнь – это благословение, это жизнь, это успех. И вот здесь Господь говорит «Я Бог твой, научающий тебя полезному». Это слово ко всем телезрителям относится, к каждому из нас, что Бог, Он есть как Небесный Отец. Как Отец учит своих детей, так Отец Небесный, Он направляет, научает своих детей полезным, направляет их на путь, по которому должно идти. Потому что часто мы люди, и я в том числе, мы люди, как бы сказать, как те овцы. Овечка, она сама по себе бе-ме. Иногда мы думаем, что мы все знаем, но на самом деле в жизни не так просто, как ты перед этим сказал, что где-то в глубину лезут, в космос летят, а с собой разобраться не могут люди. И вот именно в жизни человека не так все просто. И если без Бога, мы как те овцы, написано, совратились, каждый на свою дорогу. И даже если христиане, написано, не будьте нерассудительны, даже христиане, потенциально мы можем делать безрассудные поступки, действия, какие-то решения неправильные делаются, но Бог, Он научает нас. И Он, написано, Иисус сказал, я посылал к вам людей, и пророков, но посылал и мудрых, и книжных посылал. И все эти люди от Бога были. Бог через людей, даже, я верю, и здесь через нас, как это в христианский телеканал, Бог что-то хочет проговорить сегодня к тем, которые смотрят, научить, направить на путь, по которому должно идти. Потому что мы, как те овцы люди, легко запутываемся, сбиваемся, но Бог, Он, как добрый пастырь, пастух хороший, Он за овечку идет, достает ее, если заблудилась, возвращает на правильный путь. И то, что я хочу говорить сегодня, оно относится к молодому поколению пастыр. И особенно я верю, что молодые люди, возможно, те, которые в Америке здесь, мы уже больше 30 лет прожили, часть моих детей здесь родились и выросли, они уже, как бы сказать, американцы, их первый язык английский. Может быть, они не так внимательно русское телевидение и смотрят. В основном, как я даже от людей слышу, это средний возраст, старшие люди, нередко ко мне подходят, говорят, брат Павел, это наша жизнь в этом. Хорошо, что есть телеканал «Импакт», и мы питаемся духовно оттуда. Вот именно то, что я хочу сегодня поделиться, оно, если родители услышат, если кто-то молодые услышат, бабушки, дедушки, потому что и в семье, и бабушки, и дедушки участвуют в воспитании внуков, родители в воспитании детей, подсказывают, направляют в отношении детей. Но то, что мне Господь положил в воскресенье на сердце сказать в нашей церкви, я хочу поделиться с нашими телезрителями и думаю, что это полезно. Так служилось в моей жизни, что последние годы своей жизни я работаю в системе образования. В штате Калифорнии. В штате Калифорнии, здесь школьный дистрикт, есть Sun One School District, входит больше 60 школ, больше 5000 эмплойис, работников, больше 3000 учителей, много всяких отделов, департментов, и много, как Америка страна эмигрантов, здесь много есть приезжих людей. И есть целый отдел переводчиков. И вот я работаю в этом отделе, и мне приходится переводить много всяких документов, информационных бюллетней, конфиденциальных документов, то, что приходится иногда на митингах присутствовать, переводить. Ну, так как я в этой системе работаю, вот буквально начался уже июнь месяц, недавно закончился процесс обучения всех учащихся, от первого класса до 12-го здесь. Выпускные были. Куда или пойти дальше учиться. И мы как родители, как церковь, мы, конечно, мы прежде всего говорим о духовном. Для родителей, у которых дети есть, для нас как бы не играет роли большое образование наших детей, если они не в Господе, если они не служат Господу. Это прежде всего, это самое главное. Церковь, родители, чтобы наши дети пошли по правильному пути. Они и так имеют большое преимущество в сравнении со всеми другими детьми, потому что они выросли в церкви. Они как апостол Павел Тимофей говорит, ты с детства знаешь священное писание, которое могут умудрить тебя. И наши дети, они преимущество в том, что они выросли в христианских семьях, что они в церкви, в воскресной школе, слышали Слово Божие. Но вырастают, приходят в такой возраст, и что дальше делать? Какой путь избрать? И что мне Бог на сердце положил? Я верю, что это от Бога мне пришло. Что? Я вижу, такая ситуация сложилась, что мы, эмигранты в этой стране, уже прожили, я думаю, много, может быть, большинство из нас, больше 30 лет уже в этих пределах прожили значительную большую часть своей жизни. Я, например, здесь прожил. И я вижу ситуацию, которую нужно исправлять. Бог хочет это исправить. Именно в чем это заключается? В том, что, когда мы жили бывшие в Советском Союзе, христиане, они не были допущены в сферы какой-то общественной жизни, где-то в сферу образования, в сферу науки. За исключением некоторых. За исключением, которым удалось пробиться, это может быть не то, что один процент, а десятая часть одного процента, которым удалось выучиться. Я знаю, мой знакомый, даже пастор здесь, он с города Николаева поступил в техникум, молодой юноша, но был лидером молодежи. И на втором курсе или на третьем его исключили из техникума за то, что верю, и как лидера молодежи в тюрьму на 5 лет посадили. Вот тебе техникум, вот тебе образование какое. Некоторые шли на компромисс, до определенного курса доходили, чтобы закончить, нужно было там по атеизму сдавать что-то. Прошу прощения, наша мама... Можешь перебивать, да. Да, наша мама, она дала нам, шести нам, за исключением, по-моему, одного из нас, у нас семеро было в семье, дала нам средне-техническое и высшее образование. Это наша мама, каждому из нас дана. Слава Богу. И она в этом была, она сама оканчивала медицинское учебное заведение, и она в этом была очень прилежна. Прилежна. И усердна для нас. Видите, да. Совершенно верно. Это очень важно. Но, но это те из нас, которые получили образование, или высшее, или средне-техническое, их не большинство, ты верно подметил. Это очень маленький процент. Это очень единицы, которые... И когда я по окончанию моего образования, я открываю секрет сейчас тебе одному и в прямом эфире. Я был поставлен через короткое время на железнодорожном узле на Западной Украине. Я был поставлен замначальником станции. Я был поставлен замначальником станции. Потому что передо мной умер внезапно пожилой человек. И управление железнодорожной, дороги присмотрелись ко мне, увидели, что я человек прилежный в своем деле, поставили меня на его место. Прошло немного времени, прошло немного времени. Вызывают меня в отдел кадров, глаза вот такие, перепуганные, начальник отдела кадров. Я говорю, Юрий Михайлович, я был в КГБ сегодня утром. Да, так прямо. Закрыл дверь шепотом. Я говорю, а Евгений Васильевич, а что вы таким шепотом? Говорит, ты знаешь, как мне дали сегодня? А я говорю, откуда я знаю? И я вижу, он перепуганный. Кого ты поставил замом своим? Всегда. Кого ты поставил? Смотри, показали мне, говорит, папку, на которой красная полоса. Это правда твой отец дважды судимый? Я говорю, да. Но не за то, что он был разбойник, убийца, посягающий на чужое, или преступник. Да. Говорю, за слово Божие. Ой, 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 ой. И ты не сказал, что ты верующий. Я говорю, вы знали? Я говорю, вы видели, что я спиртное не употребляю? Вы видели, что я... Честное работаю. Да, мать. Ну да, я это заметил, я просто тебя не спрашивал, что же нам делать, что же нам делать, что же мне делать. Очень перепуганный. Я в тему говорю. Я говорю, у вас там, видите листок бумаги? Говорю, дайте мне, пожалуйста. Он так не понял, дал мне этот листок бумаги. Я говорю, подайте мне ручку. Он дал мне ручку. Он еще не включился. И я пишу на имя начальника железнодорожного узла, имя, я такой-то и такой-то, значит, прошу освободить меня от занимаемой должности по собственному желанию. Написал, написал, говорю, прочитайте. И он так смотрит, глаза такие снова. Ты согласен так вот? Я говорю, да, очень-очень просто. А железнодорожное предпринимательство – это престижное такое? Это престижное, да. Я всего не могу сказать в эфире. Да. Я всего не могу сказать. Я поставлял, ну не я лично, но мой отдел. Под моим руководством была постановка железнодорожных составов на угольные предприятия, на шахты. Да, да, да. Мы обслуживали 10 шахт, фабрики всевозможные, завод специального технологического оборудования, потом деревообрабатывающий большой завод. То есть под моим… Промышленный узел. Конечно. Под моим началом было поставлять железнодорожные составы туда. И от меня зависело, я поставлю, что этот железнодорожный состав, этих 30 вагонов, простояло там 10 часов. Да. Или простояло 3 дня. То есть я уже, так сказать, сокращаю. Но ты понял, о чем я говорю. Да, да, да. От моей подписи я мог написать, что 3 часа он простоял, а мог написать 3 дня. Если я поставлю 3 дня, неустойки платят большие. Большие платят заводы и шахты. Если я поставлю несколько часов, всем хорошо. И разницу между тем, что я… Разницу они старались компенсировать. Знаешь, чем компенсировать? То есть я к чему? И особо я без молитвы не делал. Потому что расстояние между тем, что он мне сказал, и между тем, что я попросил листок бумаги, ну, 10-15 секунд. Я там в душе Господи, как мне поступить? Решение пришло мгновенно, прям мгновенно. Господь настолько позаботился, что щуку кинули в воду. Знаешь, помнишь, из басни Крылова думали, что с ней сделать? Ее в воду кинули. Наказали, да, в воду кинули. Господь такие двери открыл после этого, что ряд из зрителей знает. Куда меня приняли после этого? И кто моим протекторатором, моим был? Я к чему? Я к чему? Действительно, была Божья благодать к некоторым из нас, которые… Вот, которые имели возможность… Удерживались на таких позициях влияния. И могли получить образование. Совершенно верно. Мой брат, покойный Виктор, он тоже окончил политехнический институт. Он был начальником участка. В молодом возрасте его поставили начальник. И я по сегодняшний момент слышу те, которые были в его подчинении в шахте. Да. Только они очень хорошо о нем говорили, как о руководителе. Я чуть-чуть отошел в сторону. То есть, было некая Божья милость и благодать к некоторым, те, которые получали образование. И, возможно, в западных регионах, это мое личное такое, сказать, догадки, что в западных регионах меньше влияния было советской власти. Совершенно верно. Меньше влияния. Как бы более одно не так. Но по основной части территории Украины, мой отец тоже, он имел среднее техническое образование, работал агрономом. И когда он стал христианином, его уволили. И нигде не хотели принимать. И он сам брал простые работы. То сторожем, то сапожником. И так он потом стал в церкви служителем. К чему я веду, пастор Юрий? Что на государственном уровне политика власти Совета была такая, чтобы верующих не допускать к образованию. Чтобы мы занимали такие, как бы низкие уровни. Самые низкие уровни. Это работали сторожами, кочегарами. Уборщиками. Сапожниками, уборщиками, шоферами работали. Это абсолютное подавляющее большинство. Исключения были, где людям удавалось где-то задержаться. А в основном такие мы были. И я вырос в семье. И нам папа говорил, сынок, даже и не стоит тебе где-то пытаться в институт поступать. Я хорошо в школе учился. Я получил такое профессиональное образование. Два года учился. С отличием закончил. И мне без экзаменов мог в институт поступать. Папа говорил, сынок, трата времени. Тебя потом исключат. И опыт такой показывает. В тех регионах, в южных регионах Украины так было. И я не пошел учиться. И вот мы с этим менталитетом приехали в Америку. Наша церковь, очень большая церковь. И большинство из нас вот такие люди. Как бы сказать, простой народ. Мало среди нас, исключительно мало людей образованных. Которые имеют по-английски сказать, post-secondary education. Как бы высшее образование. Или высшее среднее образование. Абсолютно большинство из нас из простого народа приехали. Такие. Мало в нашей среде таких людей. Но мы живем, приехали в Америку. И вот этот менталитет, я из-за себя говорю, он у нас, как бы, ну, не особенно мы научены. Вот как ты сказал, за ваша мама. Она, как бы, понимала, что это важно. Даже в тех условиях, если можно, чтобы дети учитесь, закончили среднюю школу. Вам легче, лучше в жизни будет. Вы, как бы, ну, со всех сторон воспользуйтесь этим. И вы воспользовались. А в основном люди не пользовались этим. И с этим менталитетом, таким отношением, неприлежным к образованию, приехали сюда. И я смотрю, что за 30 лет нашей жизни здесь, в Америке, ситуация мало изменилась. В процентном отношении, я смотрю по нашей церкви. И мне кажется, в общем, такая ситуация. Мало людей из нашей эмиграции, молодых людей, которые идут выше, идут после средней школы, идут дальше учиться. Заканчивают школу, многие, как бы сказать, быстрый доллар заработать, купить крутую машину. Есть возможности заработать. Для молодых людей полной энергии, полной силы есть возможность. И мое слово в церкви к молодым людям было. Вы закончили сейчас хайску. Вот как раз июнь месяц. Экзамены сдавали. Диплом получили. 12 лет отучились. Что дальше с жизнью делать? Конечно, мы иногда говорим, пастора, евангелисты, на Ниве Божьей трудитесь. Мы ударение на это делаем. Да, мы на это ударение делаем. И у меня тоже сыновья есть. И я бы хотел, чтобы кто-то из моих сыновей был бы в церкви служителем. Но опять-таки, это и Божье призвание есть. Есть то, что ты можешь человека толкнуть на то, что оно не его даже. Но чисто из-за личных каких-то амбиций. Но я сказал к молодежи. И сейчас говорю, чтобы мы не создавали иллюзии, что по статистике люди, которые оказываются на обеспечении, сказать, церкви, которых оплачивает церковь, живут как бы от народа Божьего, от пожертвования. Это единицы людей. По статистике, если у нас даже в церкви взять несколько тысяч людей, но этих людей, кто удостоится быть в этой позиции, на это рассчитывать не надо. Я говорю, молодежь, в основном вам, 99%, надо дальше или учиться, или профессию выбирать. И относиться к этому серьезно. Никак не будет, где-нибудь там, зацепился, пошел, пошел работать. Подготовьте себя хорошо к жизни. И я им говорю, что в Америке есть возможности, в этой стране, вот это, как мы, мышление, как мы там жили, нам не давали учиться. А здесь это свободная страна. Здесь хотя бы два года после колледжа, почему я говорю, если бабушки, дедушки, родители слушают нас. Это очень важная информация. Это с нашим крестьянским служением Богу связано. Говорю, хотя бы два года еще возьмите, комьюнити колледж возьмите, бесплатный колледж. И дальше потом можно учиться. Если низкие доходы, государство оплачивает учебу. Я их поощрял к этому, чтобы в нашей среде было больше людей, как бы образованных людей. И я говорю, что Бог не хочет, чтобы мы только на простых работах работали. Не только, я смотрю, тракисты, многие тракисты. Ну ладно, там 30 лет уже мы прожили, родцы приехали в то время. Но это очень тяжелая, трудная работа. Они уезжают неделями на траках, без сна, опасно, снега, гололеды, аварии случаются. По статистике, самая опасная профессия в Америке, самой большой смертностью, это среди тракистов. Ух ты! Номер один. И вот они уезжают. Отец говорит, у меня две недели дома нет. Я приехал домой, а жена с детьми не может справиться. Семья большая. Мы говорим, как бы, рожайте детей, но есть масса других вопросов, которые нужно все это учитывать. А он говорит, а я две недели дома не был, надо наказывать, воспитывать детей. А я опять через несколько дней уеду. И говорит, такая ситуация, я как будто и не отец в доме. Потому что приехал и опять уехал. И эта профессия очень распространенная. Ну ладно, старшая, но когда я вижу, что молодые, которые здесь выросли в Америке, ну здесь есть большие возможности. Как бы только вникнете, можно легче жить. Легче свою жизнь устроить так, что вы не так будете уставать. Будете не на солнце жариться, где-то на стройке. Там дело иметь, как кто-то сказал, с воздями. Или, ну я не хочу сказать, механики там с гайками, на сквозняках. Я знаю, один брат говорит, на сквозняках этих, в Калифорнии даже, хоть зимы не холодные, но тяжелая работа. В мазуте целый день там, крутят эти гайки. Да, ну чуть-чуть, ну ладно, старшие люди, язык там проблем была, но молодежь, говорю, вы, которые здесь, в основном выросли все, выучились, у вас есть возможности, подучитесь. Это тоже учеба, это работа. Это, помню, моя дочь, я иногда слышу, молодежь, говорят, что время немного свободного. Я не знаю, но я помню, мои дети были на повышенных программах, есть такая IB программа. IB программа. В high school есть international baccalaureate. Она такая международная программа. И они были, но она постоянно училась, что со школы придет, и в церковь надо идти, и уроки делать. И я своих детей, то, что я вам говорю сейчас, я своим детям это говорю, мои дети уже взрослые. Я уже как с позиции отца. Ты уже дедушка. Имеющий дедушка, опыт имеющий, как бы в воспитании детей. Но у меня это слово для всей публики, и это и на Украине даже. Украина другая уже, свободная страна уже. Хоть там все эти события происходят, но все равно. Вот. И есть эти возможности. Я недавно, пастор Юрий Михайлович, по работе, в школе одной был. И идет ко мне молодая женщина с беджем таким, имя, ее фамилия тут, официальный работник школы видно. И подходит ко мне и здоровается со мной. Говорит, здравствуйте, я вас знаю. по-русски заговорила. Я говорю, а кто ты такая? Она говорит, а я с церкви Вифания. Назвала свое имя, фамилию. Говорит, я работаю учительницей elementary school, начальная школа. И мне так по душе стало, ты смотри, наши люди, выросла здесь в Америке, маленькая приехала и знает английский язык, и свой язык знает. И работает в учителем, влияет на это молодое поколение. Влияет. И мне так это стало по душе. И пастор, и вот я вижу, что это... И прошу прощения, и она не будет учить. Да. Она не будет учить глупостям, так как, к сожалению, америкосы это делают. Да. Относительно того, что нет разницы между... Полами. Да, между полами, она будет здравую науку. И здесь за это, за то, что ты верующий, с работы тебя не уволят. Наоборот, еще ищут таких людей, которые честные, не пьют, не курят, не говорят ругательских слов. Пастор, мы были в Южной Корее, уже годы прошли. Целая делегация пасторов в Сакраменто, в Сеуле, там очень такие духовные, большие церкви, как бы успешные. И нас возили, показывали, там все рассказывали пастора по своим церквям. И я помню, они говорили, говорят, у нас, мы в церквях делаем большое ударение на образование молодежи. Конечно, духовная церковь, духовная жизнь, покаяние, водное крещение, служение, это прежде всего. Но есть вопросы в жизни важные, кроме духовного, которые нельзя просто сказать, а то земное, или сказать, оно не важное. Оно важное, это судьбы людей, которым молодые люди, у них жизнь впереди. И они нам говорили, что у нас при церквях есть курсы для учеников, которые закончили high school, среднее образование, по подготовке в институты, в высшие учебные заведения, в колледжи. И мы их обучаем, объясняем им разные профессии, как бы спектр, такую как бы гамму, что есть, куда можно пойти, объясняем, куда ваша система, молитвенно это делаем. И они сказали, что у нас в церквях до половины людей, молодых, имеют образование по секундаре, больше среднего образования. Да я думаю, так, а у нас, ну, в Америке живем, и, наверное, дай Бог, чтобы я ошибся. Но мне кажется, что если один процент у нас есть, вот это я за учительницу сказал, это единица, или как ты за себя сказал, это очень мало людей в процентном отношении, которые идут дальше учиться. То мое слово такое, чтобы мы вот это мышление родителей, которое советское, там, где мы жили, там, где нам не давали, а здесь есть возможность. Даже и у нас была возможность. Пастор, вот пусть слушают мои такие покаяния и сожаления. А ну-ка. Приехали в Америку, и мы же как эмигранты, дети маленькие, у меня профессия была токарь, попалась эта работа, там тоже в мазуте, грязная работа там. Пошел на работу, неплохо зарабатывал. И все, все как бы, менталитет, как говорят, толпы. Все так шли, где-то цеплялись. Ну и хорошо, трудолюбивые, наш народ, он не ленивый, трудолюбивые. Да. А вот мой друг, вот я за него упомянул, этот, который там в техникуме учился, в тюрьме отсидел. А у него 8 детей, семья большая, маленькие дети, приехали вместе в Америку. А он узнал, что можно по государственных программах, можно учиться, не надо спешить на работу идти. Государство будет оплачивать твою еду, твой рент, на машину, на все тебе хватит. Не будешь богатым, но минимальный уровень жизни по-американски, все у тебя будет. И можно годами учиться. И он с женой учился, несколько лет, может до 5 лет. Мы все уже как бы работаем, уже дома покупаем, у нас деньги есть, все. А они как бы отстают, учатся, учатся. А прошло 30 лет, я недавно встречался с ним, он даже не высшее образование, он медбратом работал, на уровне медбрата в госпитале, и она тоже самое. 30 лет прошло, пастор, они интеллигентные люди, у них были зарплаты, ты знаешь, как здесь медики получают, много получают. У них пенсии, сказать, шикарные, не просят у детей, дайте помогите, а они в состоянии и поехать куда-то, сейчас ездят везде на пенсию, и дети могут помочь, и все дети христиане, и я сижу и чешу, и думаю, а я же тоже мог бы так, я же тоже так мог бы, в то время так же самое, ну вот как все шли и пошли, а они, вот, пожалуйста, такая у них старость, поучились, устали, то почему я это говорю, друзья, чтобы мы поняли, что в Америке есть возможность, есть христианские университеты, иногда говорят, в мир уйдут дети, украинская такая пословица есть, если, если волка бояться, то и в лес найти, и уходят в мир, если кто хочет, где найдет, а если человек христианин, и я верю пасторам, мое такое, что Бог хочет, чтобы христиане имели влияние, во всех сферах общественной жизни, как бы, не обязательно пастором быть, но в сфере образования, как я за эту учительницу сказал, в медицине, врачи, да, но не единицы, которых очень мало, а чтобы больше таких людей было, в научной сфере, и всяких других, может, кто-то даже где-то у власти, есть написано так, в притче, когда господствуют нечестивые, или к власти приходят, народ что, стонет, стонет, стонет народ, а если праведники усиливаются, народ благоденствует, народ веселится, когда люди, знающие Бога, боящиеся Бога, приходят в позиции влияния в обществе, народ легче жить стает. Пастор Павел, я к слову, смотри, это то, о чем ты говоришь, это подтверждение твоих слов, для того, чтобы мы получили лайсенс на вещание в Америке, на крупнейшую кабельную сеть Америки, потребовалось 9 месяцев договоров, 9 месяцев, и юридическая фирма одна, в Сиатле у нас, в самом высоком небоскребе, Black Tower такой есть, черный, в Сиатле, между 45-м и 55-м этажом их фирма, они занимались для импакта, для нас, для меня, они занимались переговорами, вели все легальные вопросы по заключению контрактов и лицензии. Так вот, оказалось, вначале я не знал этого, оказалось, уже впоследствии я узнал, они признались, что они христиане, у меня мысли были, думаю, ну какую же цену выставят? Адвокаты христиане. Адвокаты, адвокаты. Думаю, какую цену выставят? Это же Америкосы, они, в час, эта фирма, она берет, ну, 500 долларов минимум, а это 9 месяцев, думаю, Господи, выручай. И когда он мне говорит, Юрий, мы видим, что ты делаешь то, что ты делаешь для своего народа и для проповеди Евангелия, мы делаем это совершенно бесплатно, у нас есть деньги, мы хотим помочь тебе. Слава Богу. И они оказались просветерианами, консервативными, потому что есть просветерианы, либералы, но это просветерианы, консервативные, целая группа их была. Это в подтверждении твоих слов. Ты говоришь в одной сфере, в другой сфере, а в легальных сферах... Моя дочь адвокатом работает. Вот, пожалуйста. Моя дочь здесь в Америке закончила high school. Мы даже не ожидали этого. И 7 лет еще училась. 7 лет. И помню, придет домой, такие толстые книги, еле несет такая худенькая, эти толстые книги. На адвоката учиться. Я говорю, доченька, какой у тебя адвокат, там надо такими быть, сказать, людьми. А она вот вот так ей это легло такое. И с такими толстыми книгами. Она говорит, папа, мне так тяжело, говорит. Так тяжело, говорит. Я смотрю, мои сверстники, девочки, они как-то, у них время есть, у них время много свободного есть, они гуляют, как бы там, ну, имеют. А я говорю, у меня нет времени. И я вижу, она до поздней ночи с этими книгами сидит, делает эти уроки. Я говорю, доченька, придет время, когда ты будешь пожинать от своих трудов. Придет время, когда может кто-то не учится, гуляют, у них время, они тоже будут пожинать. Ну, и ты пожинешь. Я у нас 7 лет училась, а последние 3 года вообще поступил в платный колледж, там, заем большой занял. Но впоследствии, это все и вознаградилось. Потому что профессия, работа, это такая, что, то, как бы я, мой совет такой, не спешите, как бы, заработать, как в Америке говорят, quick bucks. Мгновенно. Быстро, да. Не гони за славой, за шумом быстрого успеха. Не меняй на лавр сурового креста. Есть такое выражение, да. Не гонитесь быстро, иногда молодые. О, у моего друга машина крутая. Та учится. А сейчас блогеры, сейчас много блогеров есть, которые очень на язык способны, на ютубах, и они на молодых влияют. А молодежь, они не всегда родители слушают, а слушают ровесников. И эти блогеры, да не надо в школу ходить, да не надо учиться, там можно заработать, там можно там сейчас все это, хай-тек, все, там не надо учиться. И я своим детям, и всем говорю, не служите этих блогеров, служите вашего папу, служите вашу маму, служите то, что вам церкви пастора говорят. И в этом ваше благословение в жизни будет. Мы сейчас говорим как бы о вещах земной жизни, но это имеет влияние как бы и на духовную сферу. Мы говорим о христианах, те, которые имеют в себе Дух Божий, которые влияют. Пастор, вот посмотри, я был, есть город Толса в Америке, Оклахома, в центре Америки. И был такой известный евангелист, может быть, нас многие, кто слушает, знают Орал Роберт. Он половин, часть своей жизни, молодости, он был известным пастором, таким служителем с даром истолением. Мирового уровня. Он встречался с президентами, с правителями. У него была такая палатка на 5 или 10 тысяч человек, и он ездил по всему миру, молился за людей, и Бог его употреблял. И Бог ему открыл, что вторую половину своей жизни ты построишь университет для моей славы. Бог ему дал такое понимание, что среди верующих людей, даже американцев, не так много образованных людей. То, о чем мы говорим сегодня. Ну, с одной стороны, есть место описания. Немного из вас мудрых. Ну, как бы, поощрять неразумие, поощрять неученность. Как бы, я не думаю, что мы должны это так говорить, да. Но Бог ему сказал, что мало людей, и Бог хочет, чтобы эта ситуация изменилась, чтобы он построил христианский университет. Там, где 50, на иных языках молятся. И он построил этот университет, пастор, с этой целью. Вот. И что интересно, я читал его биографию, толстая такая, черная книга, его портрет, он уже умер. Эвелин, жена его была. Я любил его. Он на мою жизнь влияние имел. И он говорит, что когда я, у меня был appointment с президентом Бушем, не с сыном, было два Буша, а отец его, сеньор старший, говорит, в Белом доме, в кабинете у президента, я был туда приглашен. И я, говорит, захожу к президенту в кабинет, но перед тем, как я попал в кабинет, там приемная, секретарша сидит. И секретарша говорит, good morning, мистер Робертс. А он говорит, я так на нее посмотрел, говорю, откуда ты меня знаешь? А откуда ты знаешь, как меня звать? кто это такой? А она говорит, Орел Робертс, я выпускница вашего университета. Да, работаю секретарша у президента в Белом доме. Христианка, крестьянный Духом Святым, молится на иных языках. И она ему говорит, нас здесь, в Белом доме, выпускников вашего университета где-то 20 человек. И они ищут, еще нам говорят, таких людей, мы же христиане, это честные люди, это трудолюбивые, они не опаздывают, они не пянствуют, они не развратничают, это самые порадочные люди, которые Бога в разуме имеют. И она говорит, мы каждое утро до работы собираемся и молимся за президента, молимся на самом высоком уровне влияния Бога есть его люди. И он говорит, я когда это услышал от нее, и мне это пришло, вот это, что мне Бог открыл, вот это мне ответ, вот это, что я увидел. Почему я это говорю, что важно, чтобы наши молодые люди в Америке учились, это не просто, пастор, учиться, это работа. Иногда ты жертвуешь, у кого-то уже машина работает, там где-то в ресторанах, там любую работу делал, а ты учишься, тяжело учишься. Иногда финансов таких нету. Но впоследствии будет награда, будет благословение. И, конечно, с молитвой, написано, Бог научающий полезному, направляющий на путь. Не все, конечно, не все будут где-то в самых сферах влияния. Но ситуация, которая должна исправиться, как я вижу, что мало людей в славянском обществе, образованных людей. Мало. И Божья воля, чтобы я, как я говорил, к нашей молодежи, не спешите где-то на физический труд идти. В этом прошлый век был, люди на фармах работали. А 21 век, это век технологий, век, когда люди, по-английски говорят, white collar, есть blue collar, черно-рабочая, сказать. А white collar, это люди с белыми городничками, которые преобладают. Здесь масса профессий. В Америке свободно, конечно, Бог на первом месте. Но вы тогда лучше и в семье у вас, время, вы не будете так уставать. Я смотрю, я сейчас, у меня офис, кондиционер, компьютеры стоят, все прохладненько, аккуратно, никто меня не гонит, там, как бы сказать. Я благодарю Бога, что Бог мне дал перед моей пенсией такую работу. Я смотрю, вокруг меня, это дистрик, там 5000 людей, там такие возможности для роста, для подъема. А таких сфер, даже в Сакраменте, это столица штата, и по всей Америке, и на Украине, везде много возможностей есть. То пусть это слово, которое Бог мне положил на сердце, пусть оно будет таким научением, наставлением для родителей, для дедушек, для бабушек и для молодого поколения. Это сильное слово, пастор Павел. Пастор Павел Распатнюк с нами в эфире. Спасибо, что вы остаетесь. Это прямой эфир у нас. Пастор Павел, то, о чем ты говоришь, я вот так внимательно вслушался в твое слово, 30 лет прошло с тех пор, о чем Орл Робертс говорит. Да. Потому что сдал свою должность президента, выборную, старший Буш, в 91-м году. Да. В 91-м, по-моему, когда его побил Клинтон. Так вот, с тех пор, говорят, много воды утекло. Утекло. Утекло 30 лет воды. 30 лет. Да. И смотри, что мы имеем сегодня в Белом доме. Как результат того, что пошел сдвиг в другую сторону. В другую сторону, к сожалению. В другую сторону, к сожалению. Пастор, президент, не буду говорить имя, говорит, что у меня в администрации много таких людей. Переделанных и садамлян. Да. И я думаю, Боже. И он говорит, и они тайно, они скрываются. Но я хочу эту ситуацию поменять, чтобы они открыто были. И я думаю, Боже, эти люди законы составляют. Эти люди управляют обществом. Господи, помилуй нас. Екклесиас говорит, есть зло под солнцем, я видел, когда рабы сидят на конях, а князья идут пешком. Вот это, когда на конях садятся люди, которые не должны там сидеть. Не должны. А они садятся на конях, а князья пешком идут. Развратники, развратники, нечестивцы, нечестивцы, они не просто находятся в тени сейчас, они напирают, давят. Они давят. И президент этот же, о котором ты говоришь, недавно заявил то, что явилось шоком даже для цивилизованного, говорят, нехристианского мира, когда сказал, что вот эти переделанные, я их называю переделанные, трансжендер, те, которые переделывают, не поймешь, мальчика или девочка, он переделывается. Это гордость нашего общества, это наши дети, это его точные слова. Он их собрал в Белом доме всех, это гордость нашего общества, это наши дети, и я горжусь этим. Если вы думаете, что я преувеличил, легко найдете на Ютьюбе то, о чем я говорю. Это гордость нашего общества, это позор нашего общества. Я слушал его выступления и кричал, он меня не слышал, потому что я был в своем доме своего этого, но я кричал, это позор, о чем ты говоришь, о какой гордости. И весь мир на это смотрит, что с нами происходит. А они поприходили, начали раздеваться прям в овальном кабинете. Ужас. Ужас. Раздеваться, обнаженные начали. Тут забегала охрана, что-то начали после, начали что-то убирать их. Да, да, да. Потом корреспонденты прижали его, и его пресс-секретаря говорят, что же вы допустили в Белом доме? Они же в обнаженном виде начали снимать себя, показывать, что это гордость. И он там выкручивался, как уж на сковородке. И его пресс-секретарь, которая лесбиянка является. Его пресс-секретарь это же лесбиянка. Да, да, да. То есть он собрал средоточие этого нечестия. И Фрэнклин Грэм, это сын Билли Грэма. Да, да. Уважаемый. Уважаемый. Я никогда не считал его большим специалистом в области демонологии. Но на НРБ в конце прошлого месяца был НРБ. Большая конференция в Орландо, Флорида, радиовещатели, христианские. Было собрано около 4 тысяч делегатов со всей Америки, из Канады. И он заявил следующее. Говорит, что преисподняя открылась и выпустила огромное количество демонов на Америку. Я думаю, смотри, никогда он не был специалистом в области демонологии. В него про-баптистского направления, но здравого. Да, здравого. Мне нравится. Очень нравится. И это... Он вообще не со всеми этими номинациями он молодец. Но смело говорит, не боится. Многие боятся говорить то, что озвучивают такие вещи. И он сделал паузу и говорит, мы имеем администрацию президента сегодня во главе с президентом самую нечестивую за всю историю существования Америки. Страшно. Наверное, он знает больше то, что люди не знают. Его отец с 50-го года, с 50-го года прошлого столетия до 2010-го года был вхож к каждому президенту Соединенных Штатов. Вот это с 50-го года 60 лет он был другом всех президентов. Билли Грейм. Билли Грейм. И ночевал в Белом Доме. Я его в Москве видел. Ездил специально в Москву. А, серьезно? Он проезжал еще в Советском Союзе. Мы о чем говорим? И мы говорим о том, что видите, 30 лет прошло с тех пор, когда в Белом Доме были выпускники Орл-Робертс-Университет остался Оклахома. Это большой показатель. Около 30 человек. Около 30 человек в администрации. А сегодня мы имеем... То есть, если, друзья, мы с пастором Павлом не ратуем, завоюем и возьмем. То, что некоторые, знаешь, как власть, чтобы верующие брали. Мы об этом даже не говорим. Мы не признаем это. Имя нарицательного одного человека, который это пробовал внедрить, и пшик с этого получился. Но мы говорим о здравости. Мы говорим о здравости, о том, что мы можем делать, о том, к чему мы можем поощрять, куда мы можем направлять. Как ты говоришь, как будто такой негативный тренд идет. Но есть Бог. Я не хочу, чтобы мы как бы на негативной ноте закончили передачу. Написано, что тот, ябл в сильной ярости действует, знает, что ему конец скоро. Но тот, кто у нас, сильнее того, кто умирает. И написано, чтущие своего Бога усилятся. И что? И будут действовать. И будут действовать. Да. Чтущие Бога. У них Бог, у них сила, у них Дух Святой, который Псалом говорит, мятутся народы, замышляют тщетные. Замысли против помазанников. А у них вот эти все замыслы, они против Господа, против Христа. А Господь что? Смеется. Что вы? Мурашки передо мной. Он все это, их замыслы, безбожие, сатанинское все, может повернуть очень быстро. Очень быстро. И мы молимся за Америку, и чтобы Бог продлил время милости, время мира. И верим в победу Господа. Верим в то, что усилится правильный народ. И будут действовать. И будут с Богом совершать большие дела. И телевидение, что это не чудо? Смотри, спутник по всему миру идет. Люди слушают Слово Божие. Научаются, уразумляются, возрастают духовно. слышат такие слова, которые мы сегодня говорим, важные, жизненные, духовные. Это есть, видишь, не может дьявол закрыть, хоть думаешь, а так мало, я знаю, дьявола против вас, против телевидения. Все, но не может, не может. Бог подставил, сказал, я открою двери, и не закроет никто. И вы стоите, и проповедует. Пастор, с нами на спутниках мы говорим такое слово в веселье. В веселье это доходились не один телеканал христианский, не один. Но они оттуда почему-то послетали. Не устояли. Не устояли. Потому что огромные финансы надо оплачивать. Но милостью Божьей, благодатью Господнюю и поддержкой целого ряда наших. Простых людей, которые жертвуют. Старших людей, которые не могут поймать. Слава Богу, это дело Божье. Благодаря вам и вашим молитвам, друзья, мы пока находимся, стоим. Слава Господу. И да помоги нам в этом Господь. Я к чему? К тому, что, друзья, нормально, когда, как ты говорил в начале, в любой из наших областей, в любой из наших сфер нашего влияния, когда у нас есть специалисты во всех уровнях. Да, 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 да. Даже в телевидении это нужно быть творческим человеком. Когда мы начинали телевидение, мой хороший друг, он вайс-президент нашего служения, телеканала. Его родственники в вашей церкви, он с нами живет в Сиатле, он специалист высокого уровня. Он окончил один университет, второй университет из наших. Да. Мой хороший друг, близкий. И Бог дал ему способности, он специалист в области программирования, в области телевидения, это дело его рук. Если бы вы зашли в наш мастер-контрол, там, где сотни, тысячи проводов всевозможных, Бог дал ему способности, и он никогда, он же же никогда не был в этой сфере, но он сделал, настолько сделал, что 20 лет мы в эфире. Да, сейчас мы меняем оборудование, потому что технологии меняются. Я к чему? Он настолько был усердный, мы их холостяками вместе с ним в одном доме даже жили в Сиатле, в Норсиатле, и он очень усерден был в учебе. В учебе. Очень. Вот это то, что я поощряю молодых людей. Учитесь, не слушайте блогеров, не слушайте своих сверстников, которые говорят, не надо учиться, неважно, можно деньги заработать и без учебы. Нет, это неправильно. Учитесь, пока вы молодые, пока вы живете с родителями, пока вы не связаны с семьей. Это золотое время для вас. Упустите это время, дальше потом сложнее будет. Но именно Бог дает эти периоды в жизни, о которых Бог через нас говорит молодым людям. Воспользуйтесь правильно этим временем. Не будьте ленивыми, не тратьте время впустую, просто сказать, на развлечения, но учитесь, будьте трудолюбивыми, старательными, и ваши родители за вас будут рады, и Бог будет рад. Конечно, Бог на первом месте. Служить Господу, любить Господа, исполнить Его волю, призвание. А Его призвание может быть где-то, как ты сказал, за это. Он два университета закончил, а он здесь, чтобы эта система телевидения работала, это перед Богом, это труд. У каждого свое дело, каждый пастор на своем участке, учитель на своем участке, медик на своем участке, рабочий на своем участке, но мы все вместе делаем дело Божье там, где мы есть. Я слышал свидетельство одного из пастырей, когда они строили большую церковь, наши славяне, и он мне рассказывает, говорит, Юрий, мы имелись, они сэкономили огромные деньги на всем, на всем. Практически, они довольно-таки очень малой частью кеши туда положили, потому что специалисты были в этой области, во всех областях были специалисты. Они сделали шикарную, красивейшую церковь, которую сейчас восхищаются. Это я к чему? К тому, что молодые люди получали образование, они стали в этой области, они стали в этой области. Смотрите, а если на уровне местного муниципалитета, местной администрации, разве нам не нужны там люди? И в файер-департменте. И в городских советах. И в городских советах. Смотрите, что делается сегодня в городских советах. Откройте утреннюю периодику, тогда удаешься, что они творят то. Смотри, что они творят в Сан-Франциско. Смотри, что они творят в Лос-Анджелесе. Это люди, которые там захватили, так сказать, эти места. Позитивые. Нечестивые люди. Совершенно нечестивые люди. Поэтому, друзья, пусть Бог благословит. Особенно это слово, которое ты сегодня говоришь, это большой частью к родителям. Большой частью. От родителей много зависит. Очень много. От их понимания. Почему в плечах много раз. Сын мой, слушай отца. Навяжи на шею, как повязка. То есть, слова отца, заповеди отца, это Бог говорит через отцов детям всегда. Пастор, еще одно замечание. Друзья, вот есть такой аргумент среди молодых людей. Может быть, и среди родителей. Ну, это учиться только особо талантливые люди, особо способные. Конечно, есть разные дети, молодежь. По жизни мы видим, по умственному развитию, когнитив, абилитис по-английски. Разные умственные способности у детей. Есть особенно талантные, особо одаренные. Для них Бог может какие-то особые планы иметь. Но есть средний уровень. И иногда не надо о себе думать, что я не могу, я не... Есть такое выражение. Минимум таланта, максимум усилий. Минимум таланта, максимум усилий. Просто стараться надо. Не надо там быть суперотличником, чтобы там более-менее образование получить. Этот аргумент как бы не сильно уберите, что как бы только какие-то особые, отдельные там могут учиться. Есть особые. Но если такие пастор люди в церкви есть, это даже предохраняет от всяких обольщений. Люди, которые не образованные обществом, они легко могут стать жертвой всяких манипуляций. Даже духовных. Один пастор закончил два института. Работал на больших позициях, потом покаялся, потерял работу. И он разоблачал этих засланных кегапистов в то время в церкви. И он говорит, я приехал в Москву, короткую минутку, приехал в Москву, и меня встречает один брат, говорит, брат, у нас такая пятидесяческая церковь, духовная, у нас такой пророк, такой сосуд, такой интеллигентный, так через него Бог говорит. И он говорит, вот недавно такое было, такое действие Божие было. Пришла милиция, хотели на всех переписать штрафы, в тюрьму кого-то посадить. И возле дверей стоят, и нам передали, что уже приехала милиция, а у нас полный дом, нелегальное собрание людей. И мы начали молиться. И пророк молится, и возвышает голос, и говорит, я вас сохраню, я им наведу на них слепоту, закрою их глаза, они войдут в дом, а вас не будут видеть. И вот они постучали в двери, зашли и походят, и говорят, о, а нам сказали, что тут люди, а мы никого не видим, здесь никого нету. А все, боже, когда они к тому шли, боже, такой пророк такое сказал. Великая сила. А этот пастор образованный, когда ему этот брат рассказал, говорит, это похоже на разыгранный сценарий, говорит, это пророчество, это кегибистка засланная, а она уже годами внедронная в церковь, работает как пророк, и он говорит, мне не поверили, так ему, ты недуховный, ты не понимаешь. Он говорит, прошло короткое время, арестовали пастора, людей судить начали, штрафовать начали, а эта женщина сидит на суде как свидетель в форме лейтенанта. Офицер КГБ, это пророк, женщина. Она абсолютно образованный человек в сфере КГБ. И думает, ты смотри, вот этот пастор, который кроме духовности имел такое, как бы тонкий ум имел. Понимание. И разобладь, такие люди, когда есть в церкви, тогда меньше шансов, что мы жертвой станем всяких манипуляций, которых дельцы иногда заходят в церковь, облаченные даже в духовное облачение, занимают позиции и потом причиняют вред в церкви. У нас осталось чуть меньше минуты. Пастор Павел, мы совершим молитву. Мы прямо сейчас встанем с тобой. Я бы хотел, чтобы ты благословил родителей, чтобы Бог дал им мудрость, советы от Духа Святого в правильном направлении. То, о чем мы говорили. В контексте того, о чем мы говорили. В части этой нашей беседы, чтобы Господь действительно просветил и дал правильное разумение. Давай мы встанем. У нас осталось чуть меньше минут. Господь, ты дал нам это слово, чтобы нам говорить к родителям и к молодым людям. Так как начались каникулы, многие молодые парни, девушки закончили школу. Что дальше делать? Учиться, Господь Боже. И мы благословляем родителей, которые родили детей, воспитали, 12 лет возили, кормили и переживают за их судьбы, Господь. Благослови их, укрепи мудростью, знанием, чтобы они могли разумно повлиять на судьбы своих детей. Как бы Бог через них действовал. И чтобы судьбы молодых людей, девушек, парней, братьев, сестер, они были устроенными, были благословенными. И чтобы они, как Божьи дети, как Божий народ, святые, праведные, усилились и действовали во всех сферах жизни на земле. Аминь. Аминь. Пастор Павел, спасибо огромное. Да благословит Бог. Друзья, спасибо, что вы на импакте. Будьте благословенны, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Всего хорошего. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас.